Племянница Анастасии укусил клещ. К счастью, все обошлось. Ребенку поставили ему на глобулин. Девочка живет в Салтонском районе. Проверить клеща на инфекцию там нет возможности. Мы вместе с Анастасией отправились в вирусологическую лабораторию. Отметим интересный факт. Клещ укусил девочку две недели назад. Его отправили в Барнаул и он до сих пор жив. Собственно, сам клещ его отправили в Барнаул, почтой России. Вот, как вы видите, конверт. Его положили еще в один конверт. В лаборатории отмечают, насекомое должно быть живым, иначе вирус не обнаружить. Баночку можно закрыть несколько слоев марлечки и резиночкой. Или положить туда ваточку смоченную, вы правильно сделали, во влажной салфетке. Можно травки бросить. С приходом весны в барнаульских травмпунктах ажиотаж. Несмотря на пандемию коронавируса, они работают в обычном режиме. Только в один из них за месяц обратилось 300 барнаульцев. За майские праздники 117 укушенных. Врачи отмечают, самое главное – своевременно обратиться за помощью и удалить клеща безопасно. В специализированных условиях специалисты снимут так, как положено, чтобы не осталось каких-то частей клеща, чтобы потом не травмировать кожу. Лучше это сделать у нас. Кстати, 50% от всех укушенных клещами в нашем регионе приходится на города. В этом списке Бииск, Белокуриха, Новоалтайск, Заринск и Барнаул. Насекомые есть не только в лесах и парках, но и на обычных дачах. Поэтому многие барнаульцы уже начали обрабатывать свои участки. Такая услуга обойдется дачникам в среднем от 2000 рублей. Мы решили узнать, насколько процедура безопасна и позвонили в один из дисс-центров. Подскажите, насколько это безопасно для человека, для детей, для животных? Ну, адресированные препараты Морея, конечно же, они идут по санитарным нормам. Самое главное – в любом случае соблюдать все инструкции, которые мы даем. На момент обработки не находите, в дальнейшем 4 часа работы не проводите, не гуляйте. Проводят обработку и сотрудники Роспотребнадзора, что называется, в глобальном масштабе. Сейчас в крае обработано около 700 гектаров зеленых зон, в том числе и в Барнауле. На очереди туристические базы, санатории. До 1 июня обработку должны завершить. Но если клещ все-таки укусил, желательно проверить насекомое в лаборатории и не только на клещевой энцефалит. В настоящее время регистрируются три случая подозрения на заболевание клещевым энцефалитом. Более 90 случаев заболевания с сибирским клещевым тифом. Ну и начинается регистрация заболеваний к содовым клещевым боррелиозам. Анастасии долго ждать результатов анализа не придется. Был ли инфицирован клещ, укусивший ее племянницу, она узнает уже завтра. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком.